Память В счастье ищешь пути Приходишь, приходишь, чтобы простить и снова уйти Летний дождь, летний дождь Начался сегодня, когда Летний дождь, летний дождь Моей души омоет рану Мы прогустили с ним вдвоем Летний дождь, летний дождь Шепчет мне легко и просто Что придешь, ты придешь, ты придешь, но будет поздно Мир своей временность Вечная драма Вечная дождь, летний дождь, летний дождь, летний дождь Не слышишь? Я не вернешь? Летний дождь, летний дождь, летний дождь, начался сегодня рано Летний дождь, летний дождь, летний дождь, летний дождь, летний дождь, шепчет мне легко и просто И просто, что придешь, ты придешь, ты придешь, но будет поздно, несвоевременность, вечная транс. Я помню радость и сметель, и губ твоих прикосновений. Почти любовь, почти падение с обрыва. Я знаю тайну, что кончается, киск, ты, я знаю тайну, одиночество, его заканчивали пророчество, и зон, который не получил осъемки, очень кончится, красиво. К единственному нежному бегу по полю снежному. По счастью переднежному скучаю и тоскуя. По счастью переднежному скучаю и тоскуя. Наивно это не смешно, но так легко. Наив причаль Уже зовет Меня полет Вой день каплан Вой день каплан Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, дамы и господа, кто говорил, что мне елка надоест и что кто ставит ее за месяц до Нового Года, я ставлю, кстати, да. И нифига она мне не надоела. Старый Новый Год прошел, обычно я разбираю после Старого Нового Года. Поэтому сегодня мы разбираем эту елку, а заодно сделаем небольшую перестановку, не перепланировку, не ремонт, ничего. Как вы понимаете, вот так вот здесь все стояло, стена моя, плача. Здесь елка. Сейчас попробую сделать Новобыстреном, как я это буду разбирать, если получится. Устанавливаю здесь Новобыстреном, чтобы не мучить вас. Вот, а потом мы сделаем, чтобы мне вообще с утра ничего не говорится. Перестановку я сделаю. Но для начала уберу. Наверное, вот так поставлю, чтобы было у меня видно, не на ускоренной. Все, поехали. Так, друзья, ну сколько, час, наверное, вот это я все убирал, каждую игрушечку. Елку уже на три части разобрал. Сейчас я ее, наверное, в коробку, в которой она и была, собственно говоря. И попробую ее засунуть под кровать. Мусор, конечно, срач. Не без этого, не без этого. Ну, что делать. Сейчас засуну елочку. Все-таки классную я елку купил, я говорю, вообще просто вот не пожалел, честно. Оно того стоило. Прикиньте, сейчас посмотрел убыстренную съемку. Это таймлапс называется в айфонах, не знаю, как в других. Ну, я реально, сколько вам сейчас, без десяти два, а я начал где-то пол первого. А в итоге это, ну, быстрые 32 секунды. Так интересно. Так, друзья, ну что, вы готовы увидеть перестановочку? Хочу напомнить, я не спрашиваю совета, как бы вы поставили, или как хотелось бы вам, чтобы я поставил, как было бы лучше. Потому что иногда, конечно, вы... Нет, на самом деле, я должен признать, советов бывает много полезных, интересных и по факту. Но иногда бывают совершенно необоснованные и просто какие-то бурные фантазии. Поэтому, напоминаю, кресло было здесь. Теперь кресло здесь. И не кажется вам, что темное кресло на фоне светлых, ну, обоев, можно сказать, лучше смотрится, чем на фоне вот этой вот лофтовой стены. Поэтому я решил сюда поставить стол. Здесь у меня батарея. Она, кстати, двигается куда угодно. Редко-редко включаю ее. У меня даже вот сейчас здесь не включено ничего вот громадное. Потому что она так топит, что, мама дорогая, хотя у меня есть регулятор вот этот вот, понимаете. И, по идее, можно поставить там на двоечку, на троечку, и она будет меньше. Нифига. Либо на всю шпарит, как сумасшедшая, что здесь прям стеной идет такое, знаете, этот... И невозможно спать, все сушит, и жарко у меня одеяло, извините. Так, сюда не смотрим, здесь еще беспорядок. Вот. Поэтому я решил, что, ну, не знаю, вот, как будто так и должно было быть лампа такая над этим рабочим местом. Ну, оно, конечно, никакое не будет нерабочее. Ну, может быть, прямые эфиры здесь проводить. Ну, вот, и поставил какие-то аксессуары. Кстати, купил новый аксессуар. Опять же, Авито мне в помощь и вам тоже. Посмотрите, какой оригинальный подсвечник. Вот такую свечку-то я уже сам воткнул. За тысячу двести рублей. Просто, вообще, очень крутой. Как будто меня не заметят или что. У меня все в этих тонах. И здесь тоже. И цветочек. Вот, кстати, вот где я спрашиваю совета, подскажите мне. Пересадил я тот цветок. Он как-то еле стоит у меня здесь. Земля какая-то странная. Поливать, так понимаю, нужно его редко. Вот это денежное дерево и как оно там. Медленно оно растет, да? Оно не гибнет, ничего. Вроде как растет. Но, я так понимаю, вот кто цветами занимается. Расскажите мне, как оно растет. И что нужно делать. И поливать раз в две недели, по-моему. Раз в неделю, не знаю. Не чаще, я точно знаю. Ну, и здесь уже по традиции мой цветок. Лофтовый. Не знаю, мне нравится. Надоест. Я уже, кстати, примерял этот стол вот так поставить здесь. Тоже круто смотрится. Надоест. Поставим туда его. Но вот здесь я почему-то больше его не хочу. Он занимает здесь очень много места. Он у меня вот так стоял здесь. А так у меня это пространство тут. И погулять. И налево, и направо сходил. Куда угодно. В общем, вот такая вот опять перепланировка. О, нет. Перестановка. Все все. Перепланировка. Ну, почти ремонт. В общем, круто смотрится. И здесь все это как-то вот купила себе градусник. Температура у меня на балконе 24 градуса. Вот. Не, не жарко, не холодно. Короче, вот так вот. Так, ну что, друзья. Давайте я вам покажу, как это выглядит при ночном освещении. Когда вот так вот. Окно, конечно, у меня прямо громадное, я хочу сказать. Когда я убрал вот эти отдельные такие фрамуги. Вот или как-то форточки такие. И сделал единое, целое. Совсем по-другому смотрится. Ой, блин. Чуть не упал. Давайте я, наверное, свет включу. Все, я навел порядки. Я все убрал. Я намыл полы. Отсюда все убрал елочные. Здесь порядки навел. Постель, правда, еще не поменял. Вот так это все выглядит. Очень даже уютненько. Ну и все, собственно, на этом видео заканчиваю. Следующее видео будет интересное. Мы кое-куда с папой ходили. Что это такое? Пока небольшая интрижка, секретик. Потом, видите, видосик. Все, я вас всех обнял, приподнял. Посмотрите, как у меня хорошо видно утражение. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok